Представители муниципалитетов Дагестана изучат основы государственной кадастровой оценки. Первый день семинара обучения стартовал сегодня на базе Университета народного хозяйства. Для оказания методической помощи приглашены федеральные специалисты. На протяжении трех дней участникам и приглашенным экспертам предстоит совместно разобрать основные вопросы и трудности в этой сфере. Более подробно расскажет Патимат Ханапова. В этом большом зале собрались около 200 представителей всех муниципалитетов республики. Их роль в новой системе кадастровой оценки значительна. Для бюджетного учреждения они являются источником информации о территории и об ее экономике. Большие надежды на них в этом нелегком для нашей республики деле возлагает и правительство. Мы сейчас работаем в рамках поручения главы республики Дагестан и хотим создать такое профессиональное сообщество среди муниципальных команд. Для нас это очень важно. Мы все понимаем, какая ответственность лежит на нас по этой работе. И мы должны совместно с вами максимально качественно, прозрачно и понятно для всех ее выполнить. В этом году в Дагестане предстоит кадастровая оценка свыше полутора миллионов объектов. И такого рода диалоги крайне полезны. Новая система оценок, говорят эксперты, направлена и на население. Работа специалиста будет максимально справедлива. Справедливость будет заключаться в том, что кадастровая оценка не будет и не должна быть выше рыночной оценки. Она должна быть чуть-чуть ниже рыночной оценки. Для того, чтобы скорректировать результаты промежуточных отчетов, мы вывесим на 50 дней результаты на официальных порталах. У населения будет возможность свой увидеть результат и его скорректировать в несудебном и досудебном порядке. У каждого муниципалитета в этом деле свои подходы. Допустим, система кадастровой оценки объектов равнинного Дербента и горного Курагского района будут отличаться, как ведут географических, так и экономических особенностей. Свои особенности имеет и столица региона. По словам эксперта, в Махачкале самый большой фонд земельного участка, целевое использование которых вызывает массу вопросов. Есть земля оформленная, которая на публичной кадастровой карте стоит с одним назначением, а используется с другими назначениями. Это самый простой пример. Это земли индивидуального женихного строительства, когда используются под коммерческие нужды. Что касается объектов капитального строительства, так же будет вестись работа, выясняется целевое использование и будут сверяться все данные. У нас на сегодняшний день основная проблема, связанная с земельным и муниципальным комплексом, заключается в том, что цель использования этих объектов и земельных участков абсолютно не соответствует тому, что есть фактически. Отметим, что семинар обучения продлится еще два дня. В программу первого дня входило пленарное заседание, командная работа и тестирование. Отметим, что вопросы государственной кадастровой оценки в республике объявлены приоритетными в 2019 и последующие годы.